ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Неужели правда? В России в ближайшее время может подешеветь бензин. Это станет следствием внесения поправок в налоговый кодекс, который скорректирует так называемый демпфирующий механизм. Суть его в том, что государство компенсирует нефтяным компаниям убытки, которые возникают из-за повышения стоимости горючего на внешнем рынке. На это в текущем, а также в 2022 и 2023 годах выделено 350 миллиардов рублей. ТРАССА СТО ОДИН Автоваз вслед за многими зарубежными автопроизводителями запустил систему удаленного доступа к машине. Первой ее получила самая бюджетная модель Lada Granta. Опция стоит от 12 тысяч рублей. Посредством мобильного приложения можно, например, разблокировать двери, запустить двигатель, подать световой или звуковой сигнал. Также на экране смартфона отображается местоположение авто, уровень заряда АКБ и уровень топлива. ТРАССА СТО ОДИН Почти каждый второй житель нашей страны хотел бы приобрести электромобиль. Об этом сообщает издание «За рулем» со ссылкой на результаты очередного социологического исследования. Большинство из тех, кто положительно относится к электрокарам, считает, что это проявление заботы об окружающей среде. Чуть меньшее число респондентов уверено, что машины на электрической тяге безопаснее традиционных авто. Правда, половину опрошенных отпугивает высокая стоимость электромобилей. ТРАССА СТО ОДИН В Москве скорость движения транспорта на некоторых улицах собираются ограничить 30 километрами в час. По словам представителей ГИБДД, речь идет о дорогах, где традиционно много пешеходов, велосипедистов и пользователей так называемых средств индивидуальной мобильности. Столичные чиновники вообще выступают за то, чтобы на каждой улице был свой лимит скорости. ТРАССА СТО ОДИН Житель российской столицы продает равитетный автомобиль по цене примерно 15 трехкомнатных квартир в Кирове. Объявление о продаже элитного советского лимузина ЗИС-110 размещено на сайте Автору. Ценник – 57 миллионов рублей. Сообщается, что машина выпущена в 1948 году, пробег всего 10 тысяч километров. Под капотом располагается 6-литровый бензиновый двигатель мощностью 140 лошадиных сил. Коробка – трехступенчатая механика. Этот ЗИС стал первым отечественным авто с независимой передней подвеской и гидроприводом тормозов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН